Добрый день еще раз всем. Переходим к матчу Team Underminer против команды MVP Phoenix. Вторая встреча в формате Best of 2. У Team Underminer на данный момент в пике Batrider, Leon, Razor и Visp. Со стороны команды MVP Phoenix, Axe, Skyros, Magdrow, Ranger и Invoker. По пику MVP Phoenix, по-моему, невероятно дамажащая острота у нас готовится. Визажа забанили или нет? Нет, Визажа не забанили. По-моему, первый кандидат для команды MVP Phoenix на пятый пик уже имеется. Почему бы, собственно, и нет. Leon будет от птиц гореть невероятно. Под бустомод Draw Ranger, под бафом, все там, в принципе, должны толком сыпаться. Виспу тоже не избежать кары от птичек. Ну, не знаю, пикнет ли MVP Phoenix визажа. Нет, не пикают. Все-таки берут Абадона. Ну, по пику относительно ясна ситуация. Axe, скорее всего, отправится в сложную. И я думаю, под сейф будет у него в виде Абадона. А Skyros, Magdow вместе с Draw Ranger на легкой линии. На нижней будут разбирать у нас того, кто придет на сложную от Underminer. Ну, и Invoker, разумеется, на мид. У Underminer. Висп имеется в пике. Есть смысл, я думаю, приобрести какого-нибудь Тинни или Свена. Или даже того же ЦК со Станом. Это лишним точно не будет. Тем более, контроль имеется. Leon с двумя дизейблами очень крутыми. Бэтрайдер. Все, в общем-то, для этого есть. Ну, взять того же Тинни и можно, я думаю, будет команду MVP Phoenix передамажить. Передамажить. 10 секунд. 10 секунд для Джинни на последний пик. Напомню, прошлую игру MVP Phoenix выиграли. Выиграли с Нагой в пике. Да, все-таки Тинни у нас под виспа. Для команды Underminer залетает. И стратегия очень дамажащая. Дамажащая невероятна. Leon burst damage крутейший. Вваливает Бэтрайдер. Разор постепенно разваливает всех. Ну и Тинни. Тинни, понятно, что после 30-й минуты тоже каждый его удар это и есть burst damage. Со стороны команды MVP Phoenix. QO будет у нас отыгрывать на Draw Ranger. Марч на Axe. Сложную отправиться. Фенни будет, я думаю, на миде играть на Invoker. Отцов на Abaddoni и Nuts на Skyros Magi. Со стороны команды Underminer. Cloud играет на Тинни. Vizem на Razori. Я думаю, отправится в мид. ЦК играет на Леоне. И Дженни играет на Бэтрайдере. И виспа только не добрали. Команда Underminer. Даже не знаю, что сказать по комплектации на самом деле. Вот тут тот случай, когда либо будет долгая и упорная игра, либо закончится быстро. Ну, мне почему-то кажется, что damage strata команды MVP, собственно, нашла коса на камень. Короче, Underminer передамажит MVP. Почему говорю о damage strata? Потому что дровка в пике. Это достаточно серьезный вариант для плотнейшего damage. Invoker нормально. Invoker у нас в Леголаса переоделся из Властелина колец. Invoker и Skyros Magi будут стрелять более-менее серьезно. Все это, разумеется, все под аурой траксы. Ну, а Акс вокруг себя собирать вместе с Абаддоном. Там и подсейв серьезный, там и крутейший дэмэдж вливается от Марча под контр-хеликсом. А здесь, в принципе, здесь кто у нас дамажит? Дамажит у нас Висп вместе с Тинником. Можно их действительно объединить, наверное, в одного персонажа. Плюс Тинни не умирает под тизером, под подсейвом от Бойс. Вы понимаете, прекрасно, Бойс у нас уже в банку постепенно выходит. Даже при том, что ничего не купил, осталось совсем немного. И даже Баунти Руну, наверное, оставят у нас Виспу. Хотя никто никому ничего здесь не оставляет. Визем у нас становится на Баунти Руну. Забирает ли ее Висп или нет? Нет, Висп не забирает у нас Баунти Руну. Визем забирает Руну и отправляется на легкую фармить. В миде будет Тинни и Висп. И даже немного удивительно. Дженни на сложную отправляется на Бэтрайдере. И Дабла в виде Леона и Розора на топ для команды Андермайнер. Со стороны MVP. В общем-то, то, о чем я говорил, прочитал я относительно. Расстановку по лайнам. Кьюо вместе со Скайросмагом отправляется на нижний лайн. И на топ отправляется Абадон вместе с Марчем. Ну, Абадон своеобразный Даззл. Не помню, был ли Даззл в бане со стороны команды Андермайнер. Ну, такого плана Даззл, в общем-то. Станы можно снимать. Можно подсейвить, подхилить. Все более чем благоприятно. Тем более, опять же, щит. И если агрит на себя Акс, то дополнительный дэмэдж по всем. Это, естественно, круто. Клауд проседает по ХП. Где в это время ходит Висп? Висп занимается мультиспаунами по лесам. У Виспа все получилось. Уже два даблстака на двух спотах сразу же. Убойство накапало на банку. И теперь, я думаю, Клауд у нас будет более-менее живучим. Сильно просел у нас Висп после Колдснэпа. Ну, на то и инвокер стоит на миде. Чтобы Колдснэп кастовать Квас. Пока что в два вкачен. Ну, думаю, это Квас Векс Экзорд. Ой, точнее, Квас Векс Инвокер. Квас Векс Экзорд. Нет, Квас Векс Инвокер. Зе Бест Инвокер Эва. Марш тем временем на топе у нас вводит крипов. Визем начинает у него через статиклинк забирать дэмэдж. Но Марш не тем дэмэджем лупит совершенно. Марш агрит на себя Визема. Плюс два или три крипа вокруг. Щиток взрывается. Визем очень сильно проседает по ХП. Леон вообще даже боится подойти. И правильно делает. Прилетает у нас Висп. Ну, здесь, скорее всего, зацепили и Ациофа, и Марша. Фёстблат для команды Андермайнер. Еще и Хекс пошел в Ациофа. Почему не бежит Визем? Непонятно. Ну, странно. Но здесь уже у Ациофа очень мало ХП. Леон последним ударом забирает у нас саппорта команды MVP Phoenix. На данном этапе Андермайнер 0-2 начинает выигрывать. В этом файте 800, даже 900 по золоту в свою сторону положили. Фенитут от Эвелэнджа просел немного, но, в общем-то, достаточно живой. У Дженни дела не лучшим образом обстоят. На линии 3 минуты уже сыграли команды. И у него 0-0, во-первых, по кеда, во-вторых, и по крипстату. Полнейший 0 у бетрайдера. Даже Висп умудрился себе насобирать одного крипа. Бойс у нас раскручивает Виспов и Спиритов, точнее. И ничего не происходит. И вот, вот, чем заканчивается раскрутка Спиритов. 3 минуты позади у Акса появляется Транквил Бутс. Давайте глянем по экономике. Андермайнер немного впереди. Так, кстати, Клин пошел в Акса. Уже один такой был, и Акс не вывез тот дэмэдж. Хотя бежит, гонит он Визема. Еще один Контер Хеликс. Ну все, рассыпается Разор, и Акс забирает первый для себя фраг. Так, счет становится у него 1-1, ну и у Разора тоже 1-1 становится счет. Ну, страта Акса под, в принципе, под Афотик Шилдом, по-моему, действительно крутая. Сюда бы еще Дазлова и сделать бы триплу. Это вообще бы цены не было, такой триплей. Я думаю, можно было бы загонять всех на лайне, полностью исключить фарм для команды Андермайнер. На миди Висп и на миди Тинни пока никуда отсюда не собираются. У Тинника появляется тапок, и, по-моему, Курьер что-то несет. Вот, да, у Клауда уже появляется Пауэр Трэдс. Что у Инвокера? Фазы 440 сверху. У Инвокера тоже все хорошо. По крипам Инвокер 18 на 6 и Тинни 20 на 6. Перефармленный Тинни страшнее, чем перефармленный Инвокер. Это не обсуждается. Инвокер явно не самый сильный персонаж в доте. Это, конечно же, очевидно для всех. А Тинни действительно под бустом Виспа, мне кажется, одной из страшнейших угроз вообще во всей доте и во всех комбинациях, которые могут в данной игре быть. Была еще такая комбинация, но ее забустили. Я говорю о Вич Докторе и о Войде. Зацепили Клауда. Под колд снэпом Клауд очень быстро разваливается. В это время у нас Кьюов без проблем в соло забирает Бэтрайдера. Перед смертью Бэтрайдера одного крипа смог все-таки добить. Не такая печальная ситуация. А то если с нолем крипов еще умудрятся умирать, там вообще, по-моему, горе и беда можно наливать сразу. 3-2 счет. Вот MVP свою ситуацию выравнивают по золоту. Они вперед выходят практически 2 тысячи. По экспириенсу тоже более 3 тысяч в пользу команды MVP. Вот стакал, стакал, Висп. Пришел марш, забрал мультиспауны здесь и заберет еще мультиспауны здесь. Надо было ставить Вижн. Как же расстроится у нас Висп, когда вернется и посмотрит, что все зверушки мертвы. Ничего не поделать. Жутко, жутко, жутко. Я уже представил Висп и слезы. Марш у нас пошел еще и здесь спауны забрать. Надо на подсейв кого-то. В принципе, марш в соло от Тини и Виспа разваливается. У Тиника 5-й левел. Тост не максит, возможно, и не будет пока что Гроу качать. Ну что, получится ли выхилять убой с Тини? Нет, наверное, не получится. Тини сыпется, опять же, горит. И убой заканчивается банка. Ну и Квилинг Блейк по голове сверху. Шестой левел только-только в этом файте забрал у нас Акса и сразу же его заюзал на Виспапе. Дняга Висп. Абадон у нас на лоу ХП живет. Пока что Акс решил забрать крипов. Наверное, правильно делает. Бэтрайдер. Но Бэтрайдер ничего толком Аксу сделать не может. Надо Афотик Шилд юзать. Нет, Афотик Шилд не обязательно. Через ТП просто на базу Марш отправляется. У Марша 1700 на руках. И буст невероятный сделали для него игроки команды Андермайнер. Сами того не хотят. Опять стакает у нас Дженни на этот раз крипов. Для кого ты это делаешь. Да и неправильно у нас стакает Дженни. В общем-то не считается. Бедняга Висп. По-моему, даже Шарик не стал немного погрустнее. Так старался, так старался для Бэтрайдера. Для Тини в конце концов. Все, пошло прахом, все тлен. Пришел в злостный Акс. Забрал всех крипов в лесу. Жутковато, конечно. У Натса тем временем. Есть Тапок, есть Стоп по Галде. Натс у нас по Нетворсу на последнем месте. У Кио, который на первом месте в свою очередь имеется. А Пауэр Трэдс есть Мортеп Маск и есть Рейс Бэнд. В курице ничего не лежит. 3600. Разве это стоит 3600? Нет, по-моему, это 3600 не стоит. Куда же Кио у нас деньги вложил? Не в акции ли МММ-2015? А хотя, в принципе, плюс 900 к тому, что имеется. Может 3600 там и насобирается. Давайте по артефактам пробежимся у Марша после Транквилл. Д200 на руках. Это пачка крипов и умирает у нас... О, умирает у нас. Собирает у нас Марш Даггер. У Абадона есть уже Сол Ринг. Ринг оф Протекшн также имеется. У Инвокера тем временем Фейс Бутс и Глоуз оф Хейст. Тут, в общем-то, Медас. До Медаса осталось совсем немного. Тинни и Висп отправляются ли куда-то? Никуда не отправляются. Релокейта нет, разумеется, четвертый левел. Какой релокейт? Тут Клауд еле-еле насобирал шестой, но... Видели, что не Макси Лонтос. Соответственно, игру юзать пока что смысла не имеет. Визем здесь, скорее всего, развалится. Должен. Коил еще от Абадона. Визем бежит у нас за... Точнее, Марш бежит у нас за Виземом. Ну, тут, кстати, Клинт бесполезняк абсолютный, потому что добивает Акс не с руки. Во-первых, надамаживает нормально, а потом разваливает просто через Квилинг Блейд. Этот персонаж заточен именно под такую атаку. И я думаю, прекрасно об этом знал Разорну. Что оставалось еще делать, когда на тебя так хорошо ворвались? Инвокер идет у нас через ЕМП, идет у нас через Торнато. Квас, Векс, Экзорта нет. Экзорта нет, и я думаю, он не будет в ближайшее время. Пока что этого раскаста будет предостаточно. Тем более, что дамажить есть кому. Инвокер не для демиджа в команду взят. Марш отправляется в свой лес. Есть даггер и 1600 сверху на руках. У Марша золото льется просто рекой. На первом месте он на данном этапе даже Кио проигрывает своему партнеру по команде. И на третьем месте Фенни находится, который на миде стоит у команды MVP. Короче говоря, сразу три игрока более чем на полторы тысячи. А некоторые больше чем на две тысячи обгоняют ближайшего преследователя из Underminer. Это Визем на легкой линии. Загнали Визема на легкой линии плотнейшим образом. 45 крипов всего и две смерти. Это плохо. Это действительно на ранних этапах плохо для Розора. Артефактов как таковых нет. И пока что возможности их собрать не имеется. А вот Кио на данном этапе уже может дамажить. Ну что, выход. Выход на Кио. Лассо пока что нет. Кио будут стараться цеплять. Здесь еще и Визем. За всю боль ответили. Леон Фингер Оф Дес на дорожку Траксе. Тракса у нас отваливается. Клауд под Сайленсом. Живет. Визп оказывается бесполезным. Тизер почему-то не решает совершенно. АЦО здесь в принципе с ультой. Может и потанковать. Фулловый уже АЦО. Все сработало. Все в порядке. Тауэр на миде MVP. Забрали. 8-4. По золоту 9000. Впереди команда MVP Phoenix. По экспириенсу тоже 1008. По-моему, Underminer жестокие проблемы. Они об этом прекрасно понимают. Разор забился у нас в угол. Где-то фармит. Как можно дальше от игроков команды MVP. Сражаться пока не по шансам. У Виспа тоже беда плотнейшая. У него ничего нет. Кроме сапога и батла. Но Боттл появился еще в принципе на стартовом этапе. Где Тини? Тини готов врываться. Но я думаю команда MVP к нему готова. Здесь Афотик Шилд имеется на АКСе. Тут в общем-то так просто не пробить. Опять же есть Вангвард. Есть Даггер. АКС сам будет врываться. Там Тини просто нужно стоять, ждать. А дальше расслабиться и получать удовольствие. Потому что АКС безусловно Тини пока что убивает Соло. Девятый левел здесь и здесь. Седьмой левел. Висп не помощник. Хотя должен бы быть. Висп совсем не помощник. У Виспа кстати оверчардж. Нет, спирицы максятся. Оверчардж в один. Тизер тоже в один. АКС подофотик Шилдом видит Тини. Какой ты малютка, а? Тини очень маленький. Даже на карте с Крипом можно его спутать. По-моему, кстати, Тини меньше Крипа. Давайте посмотрим любознательное исследование Доты. Для самых маленьких. Тини меньше Крипа. Тини еще и сутулиться. Тут, конечно, вообще полнейшая беда. Появляется у Тини рецепт на барабаны. И совсем немного, 100 золота остается до самих барабанов. Марч вместе с Фени. И тут на подсейф еще есть АЦО. Вместе с Натсом собираются забрать Т2 на топе. Никто им мешать в этом не будет. Команда Андермен решила во вражеском лесу поформить. У вас падает Т2. Ребята, опомнитесь. Пробудитесь. Ну, короче говоря, MVP забирают Т2 без вопросов. И остался последний Т2 на нижнем лайне. Это не пуш-строта. Никакой пуш-строты здесь нет. Везема у нас бежит через оверчач. Кое-как отхилили. 300-500. 300-500. 350, конечно же, у него. ХП. Теперь поменьше. Маршу просто нужно добежать. Сбивают. У него статик линк. Должен догонять у нас марш Везема. Ну же, ну же, ну же. Все. Загрил на себя Везема. Даже не стал Квилинг Блейд проюзывать. Оставил ману для удобного случая. Дроу в это время забрала еще Тини. Забрала здесь Веспа в нижнем лайне. А где у нас Тини погиб? Тини погиб у нас в лесу. По-моему, под Мистик Флэйр попал. Да, попал под Мистик Флэйр. Где, кстати, он? Вот Мистик Флэйр. Много дэмэджа Тини столько пока что не вывозит. У Бэтрайдера появляется Даггер 960 сверху. У Леона до Даггера еще 800. У Веспа ничего не появляется. И, возможно, не появится. Так, у нас по ХП проседает АЦО. Почему? Дальше по персонажам. У Розора имеются барабаны. Есть Пауэр Трэдс. Ну и что это такое? Ринков Реген. Куда собирается Розор? Ну, возможно, это будет Форст Тафф. Других каких-то артефактов с Ринков Реген пока представить себе не могу. Со стороны команды МВП. Скайросмак уже имеет Аркан Бутс. Есть, в принципе, Брасер на подсейф. Ну, более-менее плотный. У Абадона уже практически собранная урна. Не практически, а собранная. 650 еще сверху. У Акса тем временем 1400 после собранного вангварда. И постепенно вырисовывается Худ. У Инвокера Форст Тафф имеется. Обливент Тафф также есть. Клауда нашли. Загрели на себя Клауда. Здесь Фени. Ну, здесь Клауда пока что забирают. Ну, кто-то же сюда вернется. Кому-то же здесь умирать. Я думаю, Висп. С который раз? Третий раз будет у нас умирать Висп. Крипы подходят, но на тизере далеко не улетишь. Да, Висп у нас влетает. Ну, понятное дело, это абсолютно суицидальная история. Наца тем временем зацепили на миде. Мистик Флэр у нас под ноги ЦК. ЦК вовремя отошел в сторону. Разобрали у нас Скайрос Мага. Один в один в итоге подрались. По золоту Андермен даже побольше заработали, чем МВП. В Курице ничего. Фени пока не летит. Аркит, в общем-то, в перспективе это будет. Обливент Став имеется 970 на руках. ЦК во вражеском лесу. Нет у него, в общем-то, даггера. Куда он собрался врываться, с кем биться, толком не понимаю. Ну, может быть, он просто прячется, потому что выйти отсюда это... Ну, это реальное самоубийство. С другой стороны есть ТП. Ну, ждет вдруг кто появится. Вард стоит. На вард у нас наживка имеется. В общем-то, вижен тоже имеется. Можно попробовать бы в соло кого-то забрать. Ну, кого он забирает? Разве что Скайрос Мага, наверное, в соло у нас заберет... Заберет у нас Леона, а по большому счету остальные все выживают. Т2. Последний внешний Тауэр команды Эндермайнер рассыпался. 16 минут 30 секунд. МВП, я думаю, будет заходить на вражеский хайграунд. 2000 на руках у Марша. Худ пока не покупает. А может и не будет его покупать. Тут, в принципе, Кримзон Гвард можно собирать абсолютно смело. У Тини в это время... У Тини в это время никакого аганима не имеется. Есть барабаны. Тини тоже старается развалить Тауэр, но... У него это получается медленнее, чем сразу у четверых игроков команды Эндермайнер. Тини заставили прилететь сюда. Где он? Он на базе вместе с Веспом. Падает Т3. Марш готов впитывать в себя дэмэдж. Здесь, опять же, есть подхил от Ациофа. Да и здесь Вангвард. 10 в секунду у нас Марш забирает. Ну что, зацепили у нас... Зацепили у нас Визема. Визем на лоу хп. Аэшторм здесь работает, но пока что Визема очень сильно получает по дэмэджу. Одна Тракса нереально настреливает у нас Визема. Умирает также Леон. Выкупается... Выкупается Разору. Разора нет ульты. Чем сражаться, непонятно. Забрали Траксу. Это только потери на эггис. Фени у нас находится в лассо. Квапан начинает настреливать по Визему. Визем не должен отсюда уходить. Хотя решила сначала с Виспом разобраться. Висп у нас погибает. В это время игроки Андермайнер в лице двух персонажей погибли. ЦК у нас Квилинг Блейд в никуда отправляет. Нет, никуда не отправляет. У него просто не дали провязать Квилинг Блейд. Но на лоу хп МВП МВП решили отойти. В принципе все игроки команды Андермайнер живы. А здесь очень битый Скайрос Мак. Вопад тоже нахваталась по голове плотнейшим образом. Ну и отцов всех не выхиляет. Мекки по-моему не имеется у команды МВП. Да, тут друг о друге никто не заботится. Тут главная цель просто пойти и развалить хайграунд. 16-15-6 точнее счет. У Бэтрайдера нет форстафа. У Розора толком ничего по артефактам не имеется. 1100 на руках у Леона. Какой там Даггер? Леон умирал и выкупался. У Леона до Даггера еще 1250. У Веспа до сих пор нет урны. У Тини. У Тини начинает собираться Аганим. Но я думаю в скором времени закончится. Не дадут Аганим Тиннику собрать. Но мои прогнозы на эту игру такие. У Везема тоже беда. Поднимают ветра. У нас Везема очень удачно вышел у нас. Леон в это время. Зацепили Фенни. Откуда вообще Вижен? Вроде же был под Герст Волком. Ну что, разорвали у нас Розора. Достаточно быстро. Чем дефать? Пока непонятно. Розор выкупался. И еще 5 минут не будет у него байбека. Команда. MVP в полном составе. Стоит на мидлейне. Я думаю, спушат крипов и пойдут сносить мидлейн команды Underminer. Уже прокликали по баракам. По Нетворцу сразу 3 игрока. Команда MVP впереди. Начинает гореть Т3 по мидлейну. Внизу уже нет Т3. Можно просто переместиться сюда. Будет потом и снести бараки. Ну, можно и сейчас это сделать. Я, собственно, примерно это имел в виду. Бараки рассыпаются. Глифа у команды Underminer нет. Тини без Аганима. Что делать Тини? Просто Тос и просто Эвелэндж. Ну, все это вывозят. Акс вообще плевал на все это. Отходят игроки команды Underminer. Точнее, команда MVP. Даже непонятно почему. Можно было снести и рейнджевой барак. Ну, милишного и так будет достаточно. В принципе, здесь более сладкая цель. Здесь Т3. И еще один барак. Всегда успеется развалиться казарма магов. Кио под Момом. Кио с 240 дэмэджа очень быстро сносит Тауэр. Ему не помогают толком. Феню у нас поймали в лассо. Кио пошел давать бласт. Мардж готов сражаться. Марджа лоу хп. Мардж опять никуда в Квилинблейд отправляет. Не провязал. Толком Визем погибает. Но вовсе не от Марджа. Бэтрайдер тоже рассыпается. Но, по-моему, Underminer все прекрасно понимает. Минус 2 с их стороны. Драться некому, неким. И никакой перспективы у данного матча больше не имеется. Гэгэ пишет у нас Underminer. Действительно вэлплейд. Здесь еще и Клауда развалят. На потеху в финале. Ну что, поздравляем команду MVP. Две победы. Победы достаточно заслуженные. Сражались они хорошо. Стратегии реализовывали тоже с умом. Ничего подобного о команде Underminer, к сожалению, сказать не могу. По лавелу они просели невероятно. Тини с Виспом никак не стрельнули. Все это было, в общем-то, относительно неприятно наблюдать. Короче говоря, стратегия не удалась. Значит, контриться Висп с Тини. Контриться еще как. Так, у нас пока что небольшая пауза. Одну секунду не переключайтесь. Пока можете подписаться в группу и поставить лайк на Твиче. Это полезно и нужно для нас. И сейчас скажу, что у нас на повестке. А на повестке у нас уже в 4 часа должен начаться в 4 сет. Подождите, даже не в 4 сет, в 15 сет. Начинается матч CSW против FiveEva. Собственно, видите, 2 минуты уже, когда должен-должен быть идти. Ну, небольшая пауза. И ворвемся на CSW против FiveEva. Не переключайтесь, зовите друзей. Матчи интересные. Впереди у нас отважные HellRaisers против BBC. Балкан Бирскорлеона. Это будет европейская сетка. Пока что еще один матч. Бест оф 2 азиатской группы. CSW против FiveEva. Услышимся через несколько минут. Не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok